Марина Викторовна Левтова Марина Викторовна Левтова родилась 27 апреля 1959 года в Якутии. Она родилась в небольшом поселке с труднопроизносимым названием Нерюктяинский наслег. Здесь волею судеб оказались ее родители Изольда Васильевна и Виктор Александрович Левтовы. Их молодых медиков, окончивших Ленинградский медицинский вуз, отправили сюда по распределению. Вскоре после прибытия на место Изольда Левтова родила дочь. Так как других медиков в этом якутском поселении не нашлось, то принимать роды у жены пришлось главе семейства. От волнения он сразу даже не понял, кто родился на свет, девочка или мальчик. Вскоре после рождения дочери семья вернулась в родной Ленинград. Здесь и прошли детские и юношеские годы Марины Левтовой. Отец серьезно занимался научной работой и очень быстро достиг внушительных высот. Мама будущей актрисы тоже не мыслила жизни без работы. Поэтому первая мечта о будущей профессии у дочери была связана с медициной. Но как это часто случается, все решил его величество случай. В одном классе с Мариной Левтовой училась Елена Цыплакова. Она очень рано начала сниматься. Как-то режиссер Динара Осанова попросила юную актрису о помощи. Ей требовались ребята для следующего проекта. Цыплакова принесла групповую фотографию одноклассников. Так девятиклассница Марина Левтова получила свою дебютную роль. Это была картина «Ключи без правой передачи». Меня сегодня Майданов первый поздравил. А родители? Ну это само собой. С ними празднуешь сегодня? Неа, мы уже отпраздновали. Что ж Майдан с тобой не пришел? Да он на дачу уехал, в Токсово. Белки там, снег. После работы в этой ленте и выхода ее на экраны Марина заболела кинематографом. О медицине она напрочь забыла. Окончив школу, Левтова отправилась в столицу и с первой попытки поступила во ВГИК. Ей повезло попасть на курс к легендарным наставникам Тамаре Макаровой и Сергею Герасимову. Обучаясь в театральном вузе, Марина Левтова продолжала сниматься в кино. После выхода фильма «Ключи без права передачи» режиссеры о ней не забывали. Главную роль предложили на первых курсах в ГИКа. Зрители увидели юную актрису в образе бригадира-маляра в комедийной мелодраме «Моя Анфиса». Затем последовали фильмы «Последний шанс» накануне премьеры и «Выбор», в которых Левтовой тоже достались знаменитые роли. Наставник Марины Левтовой Сергей Герасимов пригласил юную студентку сняться в своем историческом проекте. Это была диалогия «Юность Петра». В начале 80-х, после окончания ВГИКа, кинематографическая биография Марины Левтовой стремительно пошла вверх. Казалось, актриса спешила как можно полнее реализовать себя. Ее стремительного полета не остановила даже беременность. Левтова снималась в политическом детективе «ТАСС уполномочен заявить, когда была на седьмом месяце». Да и после рождения доченьки Даши Марина не позволила себе остановиться. Замечательной мелодрамы Динары Осановой «Милый, дорогой, любимый и единственный» актриса снялась, когда малышке исполнилось лишь четыре месяца. В 80-х вышли лучшие картины с участием Левтовой «Любочка», «Трижды о любви», «Вера, надежда, любовь», «Инспектор ГАИ». Эти фильмы вошли в золотой запас отечественного кинематографа. В 90-е годы для отечественного кинематографа наступили тяжелые времена. Почувствовала это и Марина Левтова. Она мало снималась, не соглашалась на низкопробную халтуру. Но в самом финале 90-х черная полоса закончилась, и актриса снова появилась на экранах. Она снялась в сериале «Каменская», а затем и в воспоминаниях о Шерлоке Холмсе. В 2000 году на экраны вышла комедия Георгия Данелли и Фортуна. Главная роль в ней досталась дочери актрисы Дарьи Мороз. Марина сыграла здесь роль второго плана и появилась в образе монашки. Она была счастлива, что Даша нашла себя в этой жизни и превратилась в хорошую актрису. Свою любовь актриса встретила в студенческие годы, когда снималась в картине Герасимова «Юнность Петра». Съемки проходили в Германии. Юные артисты как-то сбежали от своей труппы в Берлин. Они бродили по городу, искали подарки родным и весело проводили время. Для Марины романтическое путешествие на этом закончилось. Она не планировала выходить замуж так рано. К тому же считала коллег-артистов непригодным материалом для хорошей семейной жизни. Но Юрий влюбился и не собирался отступать. Все же он добился. Своего пара расписалась и сыграла веселую студенческую свадьбу, где посаженными родителями стали вузовские наставники Макарова и Герасимов. Личная жизнь Марины Левтовой сложилась замечательно. 26 февраля 2000 года Марина Левтова с мужем радостно принимали поздравления на премьере комедии «Фортуна». Главным поводом для гордости была главная роль дочери. Позже друзья вспоминали, что в подарок актриса получила роскошный букет желтых цветов. Отметить успех картины семья отправилась за город. Насыпало много снега и в поселке Раздоры Одинцовского района любимым развлечением было катание на снегоходах. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова поехали за компанией с друзьями. Вечернее катание на снегоходе окончилось трагедией. Машина на скорости 70 километров слетела во враг и ударилась о дерево. Марина Левтова получила травмы, несовместимые с жизнью. Актриса умерла в больнице в ту же ночь 27 февраля 2000 года. Похоронена Марина Левтова на Ваганьковском кладбище столицы. Актриса умерла в больнице. Актриса умерла в больнице.